Мы продолжаем брать интервью и на этот раз нам дает интервью басист замечательной хабаровской группе Кадаверик Донейшн Евгений Гуч. Во-первых, почему? Мне сказали Гуч. Нет, Гуч это немножко другое. А что такое Гуч? Насколько я знаю, это расстояние между Мошонкой и Анусом. Это просак, это просак. Дело в... А ты Буч? Я Буч, как активная лесбиянка в паре. Хорошо. Я сегодня слышал, Мишаня сказал, что нынешний состав Кадаверик Донейшн это самый охуенный состав за все время, который у вас был. Почему? В чем приелись ваши? Почему именно он самый-самый такой крутой? Начнем с того, что у нас новый ударник Роман, который имел честь играть с небезызвестными... Я вот и хотел спросить. Рома раньше играл в Бигерите, потом по наклонной скатился в Мистерию Мортис и теперь еще совсем уж, прости пиздец, в Кадаверик Донейшн. Почему? В чем дело? Возможно, кризис среднего возраста, вот так вот. А то, что он по городам путешествует, Владивосток, Комсомольск, Хабаровск, может быть, мы его через неделю где-нибудь в Дормидонтовке увидим? Может быть, такой или с Альтерой, например? С Альтерой вряд ли, хотя если ему заплатят, то вполне. Скажи, пожалуйста, я понимаю, когда опять-таки какие-нибудь, блядь, задроты или там недолюбители какого-нибудь говнокора перебиваются епишками, но вы же ортодоксальный металлист, вы должны понимать, что епи – это хуйня. Если уж выдавать, то выдавать полноценный релиз, альбом как минимум. Зачем вы связались с этой, блядь, с обрезанной вот этой плотью епишной? У нас все пойдет по нарастающей, то есть сначала вкинем сингл, потом и пиха, и потом, думаю, уже до полноценного дойдем, немножечко поменяв стилистику, где будет уже все новье, а остаре уже влезет в пиху. Расскажи, пожалуйста, когда ты последний раз бухал? Вчера. Что ты пил, если не секрет? Ну, началось все с пивасика, как обычно, потом егерь, потом водка, потом… Мне кажется, ты пиздишь про егерь. Я смотрел фотографии, конкретно ты там самая звезда. Вот ваши вот эти пати. Что нужно сделать мне, ну или там, почти там, не знаю, тем, кто, блядь, сидят на рок-сми, чтобы попасть на вот эту вашу гаражную вечеринку? Ну, нужно авторить, сжигаться, вот, и приходить, собственно, и все. Куда подходить? Адрес какой? Кочуем. Ну, ближайшая, когда будет ваша сходка, мы бы реально очень хотели бы посетить ее. Все растает, все говно, обычно на караоке, гараже, зависаем, где есть металловые караоке. Вы, кроме шуток, вы сможете анонсировать это где-нибудь у себя? И если кули вам не впадлу будет, мы это переанонсируем на рок-сми и соберем такой дружной тусовкой? Или там только, нужно только свою должны присутствовать? Насчет только своей, не знаю. У нас очень много было народу, причем и байкеры заезжали, залетные со Влада, и много кого было. То есть там нет какого-то четкого фейс-контроля, лишь чего-нибудь подобного. Но тут уже не от меня зависит, я не могу говорить за всех. Почему металл в Хабаровске сейчас находится в жопе? Предположим, металмания, которая была три года назад, на ней там было около больше 500 человек. Блокметал-фестивали, которые были, на них было, не могу точно сказать, но зрительное, порядка 300 человек. Сейчас, да, там, предположим, на Блокметере было сотка с небольшим, про металлманию я там вообще молчу. В чем дело? Что за хуйня? Не думаю, что это как-то связано с кризисом и с тем, что у народа просто не стало денег. И стало волос? И не стало денег на кожаные штаны? Нет, я и говорю, как раз совсем нет, совсем наоборот. То есть если ситуация с сепультурой, которая не окупилась вообще нигде, скорее всего связана с тем, что народ не может платить такие, ну, прям, великие деньги, как им кажется, то на такие местные тусовки они все еще ходят, ну, как показатель сегодняшней посещаемости. Насколько я понимаю, это немало народу. Ну, блядь, а кто делает-то концерт? Как ты хотел? Так, я отсаживаюсь, а ты? Можешь, кстати, хуйню сказать, желаю вам говна. Ну, я не считаю себя адекватным. Мне нравятся бабы побольше, как бы, и всем баб, какие им нравятся, всем бухла, какой им нравится, а не какое получится купить, я сейчас отжигаюсь. Всем добра, мира, жира, рока, всем юхтам, ну, и так далее, все стандартно. Я знаю, что секс-символом вашей гаражной метал-тусовки является Самуэля Геева. Кто ее выбрал секс-символом? Ну, за неимением прочих кандидатур, как бы, самовыдвиженец. Ну, можно я немножко говна привнесу, да, это потом можно вырезать из-за цивильного. В свое время я имел неосторожность на спор засунуть полностью язык в попу девушке в пятницу вечером на бульваре. Да и пять. Вот это, нахуй, я понимаю, металл. Вот это, нахуй, металл. А не ваши, блядь, педрежные темы. Ну, вот, как-то так. А что за девушка? Это, в смысле, Самюэль была? Нет, я тогда видел ее вообще в первый раз в жизни. Ну, она мимо проходила, просто так получилось. У нас спор там за религию пошел слово за слово. Ты решил ей такой жесткий... Ну, у нас пошло, как, я говорю, либо заткнись, либо предоставляю пруфы, ну, типа, язык в жопу воткни, а там пошло, что я, как медик, заявляю, что это анатомически невозможно. Ну, и вот, завертелось. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...